Более 300 килограммов использованных батареек – первая партия, которую отправят на утилизацию. Сегодня опасные отходы сдала управляющая компания «Эмпажереп». Экобокс установили в 2014 году, батарейки принимают по трем адресам – Адженикидзе 2А, Ломоносова 102 и 95. По словам специалистов управляйки, первые годы жители неохотно принимали участие в акции, а за последние 11 месяцев сдали рекордное количество батареек. У нас образовалось порядка 340 килограммов батареек. Это очень грубые цифры, но вот примерно так. Даже в бутылках пластиковых из-под воды люди накапливают дома батарейки и уже потом к нам приносят в организацию управляющую. Несколько дней груда батареек будет храниться на одном из северодвинских предприятий. Затем опасные отходы соберутся всех экобоксов Северодвинска. Напомним, их в городе 24. Они у нас будут храниться на базе. И когда соберем со всего города батарейки, мы передадим их уже специализированной компании на утилизацию. До конца недели батарейки соберут по всей стране и отправят на утилизацию в Челябинск. Здесь открыт первый завод по переработке опасных отходов. По мнению экологов, одна батарейка может отравить 20 квадратных метров почвы или 400 литров воды. На Челябинском заводе возвращают в промышленность вторичные ресурсы – марганец, графит, железо, цинк. Их в дальнейшем используют для производства различной продукции от карандашей до рельсов. Северодвинская администрация призывает горожан активнее сдавать опасные отходы в экобоксы. С 1 января 2018 года запрещено у нас на полигоны увозить вместе с твердыми коммунальными отходами батарейки и ртуцодержащие лампы. Вообще Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что эти составляющие вот этих батареек, они могут привести к ужасным последствиям, вплоть до раковых заболеваний и даже летальные исходы. Продолжение следует...